Свистаньте наверх, друзья! Александр Петров с вами, и сегодня говорим про Эльзас, этот линкор французский, 9 уровень, у меня уже поселился в порту, он уже в топе, о господи, какой он розовый в этом свете, вообще он должен быть синий, хе-хе-хе, парикольно. Ну, качаю корабль, получаю удовольствие, в общем, наверное, это один из лучших кораблей 9 уровня, на мой вкус, и среди линкоров, ну, как минимум, точно один из самых-самых комфортных, в принципе. Но среди плюсов встречаются еще и минусы, и мы сейчас с вами об этом подробно поговорим. Основной фишкой, вот с чего я начну, друзья, основной фишкой у французов прям с релиза была то, что они выбивали немецким линкором цитадели на дальних расстояниях, это было вообще абсолютно прям элементарно для них сделать, то ли был какой-то странный наклон полета снарядов, то ли еще что-то, но, в общем, эта фишка была, я еще на Ришелье это прекрасно застал, на Гасконе, но в патче 0.7, кажется, 21, или что-то в этом роде, эту историю отпилили, и французы больше так уверены, практически с каждого залпа на дальнем расстоянии немцам цитадели больше не выбивают. Напишите, друзья, в комментариях, те, кто качают французов, или те, кто играли на немцах, замечали ли вы вот эту проблему до патча, и заметили ли вы, что после вот этого патча она пропала, или просто мне надо, знаете, надеть шапочку из фольги, и, в общем, не пудрить вам мозг, друзья. Но, тем не менее, по-моему, это так. Давайте пройдемся по характеристикам, значит, это у нас, как вы понимаете, линкор, в первую очередь, и он обладает 74 700 хп, что, в общем, для своего уровня достаточно скромный показатель, практически у всех девяток, я имею в виду, линкоров, хп побольше. Я, единственное, так на память не вспомню, сколько хп у Леона, вот, но думаю, что где-то примерно в этом, в этом же диапазоне. Тем не менее, корабль обладает более или менее бронированием на уровне, скажем, той же Айова, и даже местами где-то, наверное, наипотолще здесь броня, поэтому корабль чувствует себя более-менее комфортно. Что касается орудий, здесь они неоднозначны. Почему? Потому что здесь у нас имеется в наличии бенсон, по которому сейчас будем стрелять. На отход немножко стреляем, не знаю, будет отходить. Нет, он наворачивает обратно. Что-то, думаю, будет отходить. Ну, ладно. Ладно, попали. Скользнячок. Здесь у нас, друзья, 12 орудий, калибр 380 мм. Это рекордный показатель на своем уровне среди линкоров. Но эти орудия, они все-таки калибра 380 мм. И это, по-моему, если я не ошибаюсь, самый слабый результат на своем уровне. И если как бы терпятся и бисмарки чувствуют себя еще более или менее на восьмом левеле, потому что они не всегда забрасываются, скажем, к десяткам, то здесь шанс того, что попадете на десятки, он гораздо больше. И, соответственно, из-за этого проблема как раз вашего калибра, ваших орудий, она прям встает ребром и серьезно вам мешает. Дело в том, что пробить достаточно бронированные линкоры, например, Ямато. Вот кто-то скажет, что у Ямато маленькая броня. Посмотрите на его, собственно, изображение в порту. Покрутите, посмотрите бронирование. Ямато один из самых толстобронированных кораблей в нашей игре. Ну, так вот, самого этого Ямато пробить в нос практически невозможно для этого корабля. Вот куда идет Ришелье, а болт его знает. В нашей игре, к сожалению, понять это достаточно сложно. Ну, и вот корабли, которые тоже стоят носом, уверенно пробивать на этом Эльзасе не получается. Стрелял, короче, по Ришелье, попал по Бисмарку. Вот это еще одна из тех проблем, которые есть у француза. Точность, очень слабая точность. Если вы на дальних расстояниях пытаетесь именно выцелить какой-нибудь там Ямато, который танкует вас носом, вас ожидает большое разочарование, потому что вы тупо просто, ну, нанесете ему 1190 урона и все. Потому что больше что не получается из-за того, что... Блин, не знаю, попаду не попаду. Из-за того, что, во-первых, вы тупо не пробиваете, а во-вторых, просто снаряды ложатся во все стороны. О, хорошее пробитие здесь. А урона нет. То есть пробитие хорошее, а дамага не прошла. Вот, если пробить-то, может, что и получится, получилось бы, может быть, но и попасть еще достаточно сложно. Поэтому оружие, орудие, оружие достаточно, в общем, такое, с вопросом здесь. Что касается ПВО. ПВО на корабле есть, и оно неплохое, но, опять же, здесь есть но. Дальняя аура, мощная, 155 миллиметров, она, к сожалению, не такая уж и мощная, как бы хотелось. Да и, в общем-то, не такая уж она и дальняя. Большую часть урона наносят все-таки не самые крупнокалиберные орудия. Вот они, 155 миллиметровые башни. А именно 100 миллиметровые, вот их тут 12 штук, сдвоенных, стоят они по бортам. Эти орудия наносят больше урона. Но, тем не менее, собственно, раскрутить все это можно. И взяв ручное управление огнем ПВО и так далее и тому подобное. Но, у меня корабль в ПМК, потому что я именно хочу поиграть не как на обычном, там, немецком линкоре ПВО, там, или американском. А хочу именно попробовать себя вот в какой-то более динамичной роли. К сожалению, Хиппер сейчас динамично отправится на дно наш, вместе с Блэком нашим динамичным. Да. Это, конечно, печально. А домой он идет назад, да? Окей. Вот, и поэтому я здесь беру ПМК. И вот ПМК, друзья, это, наверное, самая сильная часть этого корабля. Потому что ПМК здесь настолько внушительная, что просто традиционные немецкие вот эти гробы и все остальное, они просто нервно курят в сторонке. Когда видят, когда открывается огонь с ПМК. Ох, там у них это анальная встреча дымой на Решилье. Когда идет встреча ПМК с Эльзаса. Честно говоря, знаете, ни на одном корабле не пошел бы я в клинч и в бой на противоминном калибре с тем же Курферсом или Даргроссы. А вот на, блин, не знаю, Чапаев стреляет, наверное, все-таки надо немножко сюда обратиться внимание. А вот здесь вот пошел бы и вообще чувствовал бы себя достаточно уверенно. Нет, не буду пока. Буду пока чиниться. Ну что, Дмойн, давай. Поиграем с тобой в интересную игру. Ну и с тем же, кстати, Бисмарком тоже без проблем я бы в дуэль на противоминном калибре бы вышел и вообще чувствовал себя нормально. ПМК просто адовая. Посмотрите, здесь у нас очень много орудий. И плюс к тому, я сейчас вот тренирую именно сборку с инерционным взрывателем. И этот самый взрыватель отлично просто превращает в решето и крейсеры противника и наносит большой урон еще и эсминцам. Вот посмотрите, посмотрите просто, что происходит, друзья, с Дмойном. Идут фугасные пробития, идет по нему пожар. И он чувствует себя прямо, скажем, ну так, не очень. Сейчас попробуем, наверное, еще и по решелье немножко жахнуть, а то уже больно на какой-то наглый. Ну, еще и бежать от этого всего нам надо и не сгореть. Остаемся мы одни в нашем фланге. Пять человек успешно сливаются. Ну, в общем, здесь как бы ничего удивительного, друзья. Типичные союзники. И сзади где-то еще идет Бенсон. Давайте поднимем самолет и посмотрим, как тут движется наш противник. Здесь, друзья, абсолютно просто фантастическая динамика у этого корабля. И если вы не хотите качать его в противоминный калибр, вы можете раскачать его в незаметность и, собственно, выживаемость. Он, кстати, тоже будет себя очень неплохо чувствовать и в такой сборке. Но вот я, знаете, именно вот хочу попробовать его в сборочке на противоминку. Мы уже настреляли 43 попадания ПМК. И я думаю, что настреляли более чем в цифрах прилично. Так, а здесь у нас ветер стих, капитан. Немец какой-то выходит. Ну, бой совершенно очевидно, опять же, проигран. Здесь ничего удивительного нет. Но нам это и не важно. Мы должны сейчас посмотреть именно, как ведет себя корабль. Поэтому, друзья, если вы любите живые гайды, если вы не хотите смотреть там только записанные супер-пупер творческие бои, мы с вами будем наблюдать и такие бои, да, тоже, где не обязательно вы уж прям выходите и убиваете все живое. Так, тут Донской, ох. Да, плохо приходится нашим сокуманникам. Но, кстати, Монтана сливается от него. Шансы-то, конечно, есть, но их не очень много на победу. Увы. Ох. Ну, сейчас посмотрим, кстати, как ЧПФ поймает ли торпеду или не поймает. Если поймает, может, кстати, и поймать. Может поймать, может и поймать. Так, нам надо дожить чешелье. Я так считаю. И тогда жизнь наша станет попроще. Что делать из шелья? Из шелья удирает. Ох. О, нам надо еще помнить про Бенсона, который затаился в кустах. Вот. О нем мы тоже помним. И, в общем, даже местами скорби. Да, ну, с Бенсоном, конечно, встречаться не особо охота. Ну, что ты поделаешь? А, отлично. Типичный, просто, друзья, типичная ситуация, когда ты пуляешь со всех орудий в борт кораблю противника и наносишь один рикошет. Да. Как-то так. Так, нам сейчас надо главным калибром уничтожить этого Чапаева. На орудии ПМК у нас должен справиться с решелье. Я так считаю. Такой думать. Произойдет такое счастье или нет? Может, может. А вот и вражеский Бенсон. Ну, здесь... Здесь нам, кстати, поможет, друзья, наша замечательная баллистика. Справиться с этим Бенсоном, потому что даже если он сбросит торпеды... Ах, хрен тебе, дружок. Бенсон, что мы тут убили... Убили Горова, ну, ничего страшного. Так, давайте. Давайте, друзья, нам надо справиться и попытаться что-то сделать в этом бою. Тем более там, как видите, вон шотный Донской в наличии. Давай, 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 работай. Работай. Мы должны сейчас уйти и уничтожить вот этот корабль. Получится, не получится. Сейчас посмотрим. Да, все нормально. Маневр мы совершаем. И Донской пошел вперед, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Попробуем, друзья. Потно, потно. Ставьте лайки. Потно. И, возможно, даже будет сейчас болезненно от бисмарка. А, смотрите, решелье все-таки утонул. Но это не может не радовать. Так, осталось нам сейчас еще не слиться об бисмарка. И все должно быть замечательно. Забираем мы еще один корабль противника. Ну что, бисмарк и бенсон из противников. Я так думаю, что хорошим вариантом будет, наверное, с ними не встречаться, а просто уйти. Вот. А, бенсон думает, что он сейчас будет по нам стрелять из дымов. Ну, я хочу его немножко расстроить, как бы, прям капельку. Наверное, все-таки я его немножко расстрою. Хотя нет, наверное, он немножко даже постреляет. Ну, сейчас попробуем сделать красивое попадание по Кагера. Нам это прям нужно. Ну, бенсону будет сложно попасть по маневрирующему. Да, мы делаем кракеры в прямом эфире, друзья. Ставьте лайк, поддерживайте бегемотов. Бегемоты спасают мир. Так, остается вражеская Йова. Ну, там достаточно большие проблемы у наших союзников. Ох, потненько, друзья, потненько. Но это не первый кракен мой на Эльзасе. Я уже, по-моему, один или два кракена на нем уже делал. Вот, корабль действительно волшебный. И может, может он делать такие вещи. Остается у нас один линкор. Это я. Ну, и симакадзе, я думаю, должен запросто справляться с бисмарком, так или иначе. Бенсен, конечно, очень хочет по мне пострелять. Выходит, он даже для этого из дымов. Ну что, будешь стрелять? Я готов. Смотри. Ну, на самом деле, шансов у него здесь немного, у Бенсена. Потому что... Блин, единственное, что как бы он симакадзе нашего не забрал. Это, кстати, возможно. Давайте сделаем залп. Бисмарк попадает. Ну, не очень, конечно, хочется мне. Есть хорошее попадание. Ну, и торпеду хотя бы одну. Или две даже. Одну. Вторую. Нет. Ну, не знаю. Мне кажется, что должны ребята забирать противника здесь. По-моему, должно все получиться. Да. Все. Есть контакт. И остается только вражеский бисмарк, который... Поймал ли он торпеду? А, ну, он занимается не пойми чем. Окей. Все, друзья. В этом бою мы побеждаем. Хотя, думал, что сольем. Но было красиво. В общем, посмотрите. Динамика корабля более чем приятная. Маневренность, скорость просто фантастическая под ускорением нашим с вами. Вот. Здесь все более чем прилично. В отличие от Ришелье, здесь появляется корректировщик. И он помогает... Ой, корректировщик, извините. Катапулитный истребитель. Он помогает нам определять, где находится противник. И иногда подсвечивать торпеды. Вот Ришелье этого не хватало все-таки. А здесь, на Эльзасе, это прям... Прям, друзья, все даже очень возможно. Напишите в комментариях, как ваши успехи с французскими линкорами. Будете ли оставлять Эльзас, если он у вас есть. Лично я просто влюбился в этот корабль. Не скажу, конечно, что кракен здесь происходит каждый бой. Но, тем не менее, да, это бывает. И это, друзья, напоминаю, что это живой гайд. Все записано вживую. Никакой записи. Все четко, прямо и красиво здесь для вас. В прямом эфире без смс-регистрации. Поэтому, если любите живые гайды, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Так. Ну что, где же наш Бенсон? Бесмарк, понятно, он там решил пожевать линию. Ну, боюсь, что, конечно, ему это не сильно поможет. Ждем засвета. Нет, Бенсон вообще непонятно, где находится, если честно. Бенсон бы... Не знаю, может там базу какую-нибудь брать или что? А, ну это команда. Это Бенсон и Бесмарк. Что они будут вместе? Будут сидеть... А, смотрите. Бесмарк, короче, вообще идет назад. У него все нормально. Такое чувство, что он либо бот, либо БС-2. Просто реально идет назад. Ну, поскольку это команда, понятно, что, скорее всего, будут они находиться вместе. Если бы этот Бесмарк немножко помог команде и поджал меня, возможно, у меня были бы большие проблемы. Я не сохранил бы, скажем, 28 тысяч хп. Но, как бы, пока что он не стал там меня преследовать. И за счет этого я удрал. И, в общем, даже неплохо так себе похилился. Я считаю, что, кстати, это вполне себе честный Кракен. Я его заработал. Здесь не может быть сомнений. Вот, отстреливается обратно Бесмарк. Может, бот, кстати. Сейчас посмотрим по точности попаданий, бот, не бот. Ну, стрелял, кстати, достаточно точно. Я бы сказал. А Бенсона здесь рядом нет. Ну, вот то, о чем я говорил, друзья. Что достаточно проблемно выбить какой-то урон из-за особенно бронированных кораблей на дальних расстояниях? Ну, когда более-менее близко подходишь, вот твои 380 мм, они ничего. Ну, а вот на дальних, конечно, подступах это есть небольшая проблема. Стреляет прям точно. Хорошо стреляет, стопудово бот. Друзья, напишите, что думаете про ботов в нашей игре? Есть ли боты или мне прям кажется эта история? Кстати, есть еще вариант, что заберет Шамакадзе нет, нет, не попадает торпедой. Мог бы, кстати, и попасть. Я бы еще пострелял с удовольствием. Так, надо запустить, наверное, корректировщик. А вот Бенсон. Бенсон вообще непонятно зачем-то пошел. Ну, ладно. И вот не пробивается. То есть уходит пробитие без урона, все что угодно, но вот пробитий таких прям вот нет и все тут. Печально. Эх, уходим мы, да, далеко. И, к сожалению, наверное, может быть только по Бенсу, но еще сможем отстреляться и сделать один залп. Давайте сделаем этот красивый залп. Есть вариант, что просто не успеем. По таймингу. Ну, есть одно маленькое попадание, и ладно. Неплохо повоевали. Давайте посмотрим нашу послебоевую статистику. Насколько хорошо мы играли в этом бою. Эх, 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 эх. Командный результат. Подробный отчет. Тридцать тысяч настрелял наш ПМК. И девяносто семь тысяч бурнебойными снарядами. Неплохо. У меня, кстати, был опыт и сорок пять тысяч настрел ПМК с этого корабля. То есть такой ленивый корабль. Хочешь, стреляй, поджигай. Сам по себе все работает. В общем, корабль приятный. Друзья, что вы скажете, жду ваши сообщения в комментариях. С вами, как всегда, Тури. Увидимся на полях сражений. Пока-пока.